Короче, я тебе рассказывал про Лёшу Макрестского, мы хотели его видеть здесь. А он что, забаковал? Нет, ну всё, 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 не одно видимо. Он здесь, например, Ленок, ага. Ну, опять, послушно, приятно, конечно. Прекрасно, приятно. Ну, однако, отсутствие Макрестского нам не... Так, кстати, есть, которые песни говорили. Не значит, что мы не услышим его песню. Да. Как это боком, имеющий отношение к социуму, да? Это такое? Нет, нет, очень хорошие. А последнее, Крылья 2. Мало кто слышал Крылья 1, я их слышал, да. Вы и от Деписпой, и Габлета. Можно и Габлета, то есть я в качестве Макрестского сейчас выступаю, да. Алексей Макрестский, который сегодня не смог прийти, я его заменю. У него много хороших, я спою самое решение. Забито в партлю грива, в похмелье опять. Я стреляю на пиво в свои 35. По крышам лопит град, кому-то что-то курьет. В раз в левухий гад, долг уже не дает. Парат ногами, осколки и вонючие лужи. Ботинки промокли, хотя бывало и хуже. Снова страшный пролет, ни раз стрелял, ни гроша, я так устал. От этого затянувшегося Антона Шаак. Я так устал. На сплошной облачке кайфует пилот. Я тоже раньше не был сволочью, стремился в полет. Господь прикрылся тучами, чтобы на меня не глядеть. Ему-то известно всех лучше, что я родился лететь. Но только все завершается глубоким пикет. Я так боюсь лезвия бритвы в своей руке. Я собиратель горок чужого стола. Я подо мной сбегаю тех мест, где висит зеркала. Я сбегаю тех мест. Кому-то здесь райский сад, но мне, как видно, каюк. Жена лет десять назад укатила на юг. Я уже лет десять никому не смотрел в глаза. Я вряд ли буду здесь, когда слынет краса. Я безобразный конфу. Все ромку, ну там паль Schulman тоже на самый первый взгляд. Вам л east что-то не то, вот вы все гадаете, Что это мокрое волочиться за мной. А это огромные тяжелые крылья у меня за спиной. Огромные тяжелые крылья у меня за спиной Огромные тяжелые крылья... Как видно объясняет Макрецкий, что там какой-то спектакль в каком-то заброшенном клубе Пашихонского района и так далее. Мы ее называем просто «Гавриц». Звенит январская струна, мир пахнет дымом и морозом, а всем гамлетовским вопросам один ответ – пошел ты нахуй. В церквушке с вывеской сельдок стоит народ с трудом, но прямо на фреске тот, кто гнал из храма торговый люк, в глазах восторг. Художник был из этих мест и был единственным окрестом. Густые красные вина пьют за углом, и в этом счастье здесь все, и таинство причастия в охмелках за окном. В ростолье солнце и добро, уснула грусть, ушли заботы, гуляя рвани нас и в суббота свое святое серебро. Загадку вносит в этот пир афиша с надписью «Шекспир». Какое странное словцо, не тешит глаз, и слух не греет. Наверное, лектор из Евреев, что забита в конце концов. Не важно, кто и почему, но праздник кончится красиво. Сегодня в голубе будет пиво и представление к нему. Мужик упорный, как колумб, со временным взором ищет клуб. Крыльцо, скрип двери, алый флаг. Тащатый пол, пододье зала, гул голосов, парадон, звонок, начало тупы, селечки, аншлаг. Колхоз прогресс, вельям «Шекспир» игра. Галерка дует браку, какой-то гамлет рвется в драку. Кончай, ребята, мы за мир! Галерка дует браку, какой-то гамлет рвется в драку. Крыть для завершения картинки. Гули со сторож четвертинкой. Но как тут быть или не быть? Снаружи ночь, луна, мороз. И нет ответа за вопрос. Алексей Маклевский. Хам. Спасибо, спасибо. Всегда было интересно.